Одно из самых кровавых преступлений на почве антисемитизма в истории США. Так американские СМИ называют массовый расстрел в синагоге в Питтсбурге. Жертвами убийцы, по последним данным, стали 11 человек. Шестеро ранены. Преступник задержан. Ему предъявлено обвинение по 29 пунктам. Репортаж Жанны Агалаковой. Сигнал тревоги поступил в полицию около 10 утра. Неизвестный ворвался в синагогу с криками «Смерть евреям!» и открыл огонь. У нападавшего был автомат и три пистолета. Полиция взяла здание в кольцо. Дочь этой женщины находилась внутри. Говорят, что полиция уже в здании. Люди вроде бы в безопасности, но слышны выстрелы. Так что... О, Господи! Только бы она выбралась. Убийцу удалось заблокировать на третьем этаже. Он пытался бежать, но был ранен и вскоре сдался. Все продолжалось минут 20. То, что увидели стражи порядка, потрясло всех. Это самая ужасная сцена из всех, что я видел за 22 года службы в ФБР. Прихожане синагоги Древа Жизни, которые собрались на мирную религиозную церемонию, были жестоко убиты нападавшим только по причине их веры. Окончательные его мотивы мы должны еще выяснить, но мы уверены, что он действовал один. Убийцей оказался 46-летний Роберт Боуэрс, житель Питтсбурга. Ничего криминального за ним прежде не числилось. За несколько минут до своего чудовищного похода на синагогу он выложил в соцсетях фразу «Наведите окуляры, я иду». Боуэрс был активным пользователем чата, который популярен среди праворадикалов. Он выкладывал там неонацистские символы и фотографии газовых печей времен Второй мировой. Боуэрсы предъявили обвинения по 29 пунктам, в том числе преступления на почве религиозной ненависти. Президент Трамп моментально откликнулся на случившееся. Дочь Трампа Иванка перешла в иудаизм ради брака с Джаредом Кушнером, который, напомню, является советником президента. Известно, что перед появлением перед камерами Трамп разговаривал с ними по телефону. Его реакция была жесткой. Когда случаются подобные преступления против той или иной группы, мы должны вернуться к смертной казни. За такие деяния надо платить по полной. Они должны заплатить по полной. Трамп выступал на одном из предвыборных митингов. До промежуточных выборов США стало 10 дней. Оппоненты винят президента в том, что его политика создала в стране атмосферу ненависти. Недавняя история с разосланными по почте бомбами тому подтверждение. Задержанный Сейзер Сайок был горячим сторонником Трампа. Случившееся в Питтсбурге стало самым кровавым нападением на синагоги в истории США. До глубокой ночи тысячи человек зажигали свечи и оплакивали жертв нападения. Это многоконфессиональный город. И трагедия объединила всех. Жанна Агалакова, Анна Шаргатова. Первый канал. США.